Здравствуйте, друзья! Закончился первый день прокатов командного турнира, где фигуристы показали короткие программы и ритм-танцы. Но с большим нетерпением и большим ажиотажем мы с вами ждали, конечно же, выступления девушек. Перед началом коротких программ девушек отрыв команды Медведевой от команды Загитовой составлял 13 баллов. Но в составе участниц девушек есть ученицы Тутберидзе, и это значит, что все может поменяться кардинально. Начинала контрольные прокаты девушек Елизавета Тутамышева из времени первых. Она анонсировала в этом соревновании новую короткую программу. В примерный показ абсолютно новой программы должен был начать Аксель. Так и останется неизвестно пока в 3 или в 2 оборота, потому что Елизавета сделала бабочку. Заодно оборотный прыжок очков не дают. Потом был каскад тройной лут, тройной тулуп, а также тройной флип. В остальном выступление было отличным. Вращение и дорожка на 4 уровень, но минус 1 прыжок, слишком большая потеря. Однако сама по себе программа прекрасна. Сама Елизавета довольна всей программой, кроме как раз Акселя, что логично. Мишин был мрачен сразу после выступления своей спортсменки, ну а судьи оценили все в 70 и 38 балла. Отвечать будет уже трехкратная и действующая чемпионка России Анна Щербакова. Ученица Итери Тутберидзе представляет команду Загитовой. Аня сначала исполнила двойной Аксель, потом тройной флип, а во второй части программы и каскад тройной лут, тройной риттбергер выполнила прекрасно. Вращение все на максимум, только за дорожку получила третий уровень. Солидное и просто прекрасное катание лучшей фигуристки страны. 82 и 89, прекрасный результат Щербаковой. И она выводит на 0,31 балла команду Загитовой вперед. Сумасшедшая интрига. На финише дня и осталось всего 4 проката. По 2 из каждой команды. На лед выходит Майя Хромых, еще одна ученица Итери Тутберидзе, но представляет она уже команду Евгении Медведевой. В начале выступления при заходе на двойной Аксель она сразу падает, но просто получит за это минус 1, как за падение, а сам прыжок все равно в итоге прыгнуло. Чисто как и тройной лут, потом, как и каскад тройной флип, тройной тулуп. Одно из вращений на третий уровень, третий и дорожку шагов. В остальном все четко, это был сильный прокат. Напомним, Хромых в последний момент заменили снявшуюся из-за травмы Алену Косторную. При подъезде к тренеру мы замечаем, что у Майи лоб немного в крови, но поранила она его не во время падения, а на захвате лезвия при вращении. 75-05 получает Хромых, очень приличный результат, который важен в борьбе за победу в этом игровом дне. Следом на лед выходит теперь уже подопечная Евгения Плющенко Александра Трусова. Это последний участник команды Евгении Медведевой. Дальше еще будет две спортсменки от соперников, а у Александры, конечно, не будет возможности прыгнуть сейчас в свои фирменные четверные. Это будет завтра, но и короткую важно откатать максимально удачно. Александра начала с двойного Акселя, тройной прыгать не рискнула, а такой сделала уверенно. Потом были тройной флип и каскад тройной лут с тройной тулуп. Все просто прекрасно. За дорожку Александра получила третий уровень за вращение четвертый. Прекрасный прокат, без ошибок. Евгений Плющенко сказал, что доволен прокатом, а сама спортсменка, что не очень. Но это была шутка, потому что недовольство в том, что нельзя прыгать четверные в короткой программе. 77,86 балла, очень сильный результат для Трусовой. Уступления команды Медведевой на сегодня закончены. Далее идет шторм от Камилы Валиевой. Здесь команда Загитовой рассчитывает серьезно догнать. Тройной Аксель Камилы просто прекрасен. Тройной флип тоже отлично сделан, как и все тот же каскад тройной лут с тройной тулуп. Дорожка шагов на третий уровень, все вращения на четвертый. Само собой, феноменальный прокат. Зал аплодирует стоя, и стоя аплодирует и команда Евгении Медведевой, команда соперников. 90 и 25 баллов получает Камила Валиева за свое выступление, блестящее. Следом выступает еще одна ученица Этерид Беридзе Дарья Усачева, которой надо набрать всего лишь 62 балла, чтобы команда Загитовой выиграла сегодняшний день соревнований. Чисто прыгнула двойной Аксель, чисто исполнила тройной лут, чисто взлетела и приземлилась на каскаде тройной флип, тройной тулуп. И даже за дорожку шагов получила четвертый уровень, не говоря уже о вращениях. Там-то само собой, прекрасно. 80 и 84 оценка Дарьи Усачевой приносит победу команде Загитовой. После каждого из первых трех видов соревнований лидировала команда время первых, но женская часть благодаря Ане Щербаковой, Камиле Валиевой и Дарье Усачевой полностью осталась за командой Загитовой, которая в итоге выиграла 19,5 баллов в сумме, но впереди завтрашний день, день произвольных программ, будет еще интереснее. Для просмотра выступления девушек, а также обсуждения прокатов, переходите в наш телеграм-канал по ссылке в описании. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поделился эмоциями от командного турнира в Москве. Этери, что происходит в вашем сердце, когда ученики катают? Вместе исполняем все элементы, вместе набираем скорость, поднимаемся, держимся, выезжаем. Этери, Татьяна Анатольевна коллекционировала лягушек. У вас есть талисман или действие, сделав которое вы понимаете, что все будет хорошо? Нет, не обзавелась. Хорошие тренировки, как правило, привлекут за собой хорошие прокаты. Это командные соревнования, и мы будем довольны, когда вся команда хорошо откатается. У нас все-таки сегодня были промахи. В другой команде Маечка Хромех сегодня все выполнила, там был один дедакшик, обидный. Это еще и смотр нервов в преддверии Олимпийских игр. Умение такого командного единения, рассказал Тутберидзе в эфире Первого канала. Софья Муравьева одна из главных сенсаций первенства России по фигурному катанию. Одиночница из Ангелов Плющенко. Выдала два чистых проката и без элементов Ультра-Си сумела забраться на третье место. Сопровождал Соню в Краснодарске Сергей Алексеев, молодой тренер Академии. Сергей рассказал о прорыве Муравьевой и о своей работе в Ангелах Плющенко. Сергей, вы поддерживали связь с Евгением Плющенко на этом старте? Мы на связи по телефону, общаемся постоянно. Сергей, то есть прямо во время тренировок созваниваетесь? Нет, не во время. После тренировочной работы созваниваемся, обсуждаем, какое моральное и физическое состояние у спортсмена, какая готовность. Сергей, на первенстве России вы вводили Соню в роли главного тренера. Ранее такие случаи тоже бывали? Были такие случаи. Я ездил в Сочи на этап Кубка России с Максимом Автушенко и с другими ребятами. Мы стараемся этот момент прорабатывать, чтобы каждому спортсмену постараться уделить должное внимание. Всегда по возможности едем со всеми, но при этом кто-то обязательно должен оставаться и на катке, чтобы работать с другими спортсменами. Сергей, складывается ощущение, что вы стали неким талисманом Ангелов Плющенко. И когда вы у бортика, спортсмены школы всегда выигрывают медали. В частности, вы помогли Трусовой занять первое место на тех соревнованиях. Пока что рано так говорить, забегать далеко вперед не будем. Работаем спокойно. Обстановка и атмосфера в команде нормальная. Прекрасное моральное у всех состояние. Все хорошо. Сергей, о вас лично пока мало информации. Можете рассказать, какая у вас роль в команде? Роль в команде у нас есть только одна. Это главный тренер Евгений Викторович. А дальше уже такого четкого разделения нет. И я, и Дмитрий, и другие специалисты. Мы все работаем на равнах. Есть главный тренер и все решения, поставленные задачи, анализ ситуации. Естественно, все через него. Сергей, получается вы работаете и над техникой, и над хореографией? Да, над хореографией больше работает Дмитрий Михайлов. Я скорее помогаю ему. А где-то он советуется со мной. У нас совместная работа. И нет четкого разделения на приоритеты и специализацию. Сергей, если Дмитрий больше за хореографию, то получается за вами прыжковая часть? Значит четверные ангелов Плющенко, это прежде всего ваша заслуга? Не могу сказать, что это моя заслуга. Если мы говорим про Сашу, то она их уже давно прыгала. Еще до перехода в нашу школу. Сергей, а та же Муравьева? Опять же, мы все вместе работаем. Вносим равный посильный вклад в общее дело. Друг с другом советуемся, смотрим, подсказываем. Это только командная работа. Только она приносит результат. Сергей, а с Аленой Косторной вы работаете? Нет, не работаю. То есть с ней сейчас сотрудничает только Плющенко и Розанов? Да. Сергей, но с Трусовой вы работаете? Да, все верно. А в каком она сейчас состоянии? На момент отъезда была в неплохой форме. Сейчас не знаю, лишний раз стараюсь не спрашивать. Сергей, проблема с травмой уже в прошлом? К сожалению, пока нет. То есть на прыжковом турнире будет выступать не в полной боевой готовности? Учитывая Сашин боевой характер, полный. Сергей, известно, что у Александра были проблемы с ребром на флипе на протяжении всего сезона. Получается, удало их решить? Да, на тренировках она исправляет этот момент, но получается, конечно, тяжело. Сергей, а почему вообще такая ситуация произошла? Ведь если посмотреть со стороны на Александру, флип был скорее спорным под вопросом. Ребро было плоским, а теперь неверное. Не могу сказать и ответить на этот вопрос. Так получилось, это распространенная ошибка. На Луце часто происходит неясное или неверное ребро, и на флипе случается аналогичная проблема. Сказать точные причины сложно. Такая ситуация часто случается у многих фигуристов. Единственный способ борьбы с такой ошибкой – работать, работать и работать. Сергей, вы сейчас тренируетесь в горках 10? Да. Как прошел переезд? Все-таки далековато от Москвы каток, не совсем удобно заниматься там. Переезд прошел абсолютно нормально. Обстановка та же, отличная. С этим никаких проблем нет. Сергей, если сравнивать с предыдущим катком, заметно, что в горках лучше инфраструктура. Во-первых, само понимание того, что это наш собственный домашний каток, делает обстановку более уютной. Становится проще работать, спокойнее. И спортсменам, я думаю, в таком формате тоже проще и комфортнее работать. Когда четко говорят, вот это ваш каток, тренируйтесь, он в вашем полном распоряжении. Льда теперь много, так что катайся, не хочу.